У России в Украине много шпионов, а у границ началась военная активизация. Эти слова подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. О том, что в Украине действительно продолжается шпионская война, Данилов сказал в интервью изданию LBUA. Он заверил, что в этом направлении постоянно ведутся работы. Впрочем, к сожалению, об этом публично отчитываться для общества нельзя. Однако и опровергать того факта, что агентурная сеть России на нашей территории огромна, тоже нельзя. Мы это подтверждаем. Наши разведки занимаются этими вопросами. Мы отрабатываем очень много вещей по этому поводу. Не можем публично отчитываться обществу, но поверьте, работа идет безумная в этом направлении, сказал Данилов. Он также добавил, что сложно сказать, сколько именно таких агентов есть. Секретарь СНБО также заявил, что у нас уже не та армия, которая была в 2014 году. Вы знаете, в каком состоянии россияне оставили нашу армию, а количество российской агентуры в службе безопасности Министерстве обороны было просто безумной, отметил он. Данилов также заверил, что в случае агрессии России защитой украинской государственности будут заниматься почти все. Ранее сообщалось, все указы времен Виктора Януковича должны пройти проверку, чтобы определить их возможное влияние на национальную безопасность Украины. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью изданию LBUA. Мы делаем аудит решений Совета нацбезопасности, которые были введены в действие Януковичем. Как принимались, на какой период, в каком состоянии они находятся. В МИД делают, скажем, аудит приказов о назначении послов и тому подобное. И в зависимости от того, насколько они не или влияют на национальную безопасность, руководитель принимает то или иное решение. Все органы, которые имеют действующие указы Виктора Януковича, должны их пересмотреть. Это касается не только назначения Тупицкого, экс-головы Конституционного суда. Отметил Данилов. Он уточнил, что среди послов есть те, кто выполняет свои обязанности еще с тех времен, поэтому руководство МИД должно дать этому оценку. Что касается Конституционного суда, то это вообще странная организация. Изменение в закон о Конституционном суде должен утвердить сам Конституционный суд. Должен сам себя наказать. Нонсенс. Считает Данилов. Кроме того, Данилов заявил, что если у жены главы службы безопасности есть российский паспорт, это может быть угрозой для нацбезопасности Украины. Секретарь СНБО сообщил, что считает российское гражданство членов семьи государственного служащего угрозой для национальной безопасности. На вопрос о жене Баканова он сказал «Я считаю, что это может быть угрозой, если это действительно так». Напомним, Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда Украины. Зеленский отметил, что указы Януковича с 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина отменено по результатам аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО. Также сообщалось, бизнес одного из лидеров партии ОПЗЖ Виктора Медведчука начал стремительно набирать обороты после оккупации Крыма и Донбасса. Об этом в интервью изданию LBUA сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. После того, как Российская Федерация осуществила акт агрессии, захватила Крым начала войну на территории Донецкой и Луганской области. Внезапно бизнес-кума Путина идет вверх в Украине. Это нонсенс. Недопустимые вещи. Отметил он. Данилов также добавляет, что профильные органы уже начали расследование этого факта. Единственное могу сказать, что, как вы знаете, было принято решение с условным названием труба, когда наша с вами совместная собственность по непонятным причинам начала работать на определенную структуру, аффилированную непосредственно с Российской Федерацией. «У нас война, а тут такой гешефт», – подчеркнул секретарь СНБО. Вместе с тем стало известно, что Оксана Марченко и Наталья Лавренюк больше не обладают новошахтинским заводом нефтепродуктов в Ростовской области. Предприятие купил строительный подрядчик Питон. По данным российского агентства Интерфакс, 5 апреля ООО Питон Инвест Технологи, стало владельцем 93% уставного капитала Юг Энерго, Ростов-на-Дону, основным активом которого является новошахтинский завод нефтепродуктов. Ранее подрядчик заключил крупные контракты на модернизацию этого предприятия. Питон – крупный российский инжиниринговый холдинг, созданный в 1990 году. Напомним, что 19 февраля СНБО ввел санкции против главы полицовета ОПЗЖ кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружение. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ. Ранее сообщалось, Ирина Венедиктова заявила, что все уголовные производства, в которых фигурирует фамилия народного депутата Виктора Медведчука, доведут до логического завершения. Сейчас проектов подозрений нет, однако при наличии оснований их подготовят. Об этом она сообщила в интервью Интерфакс Украина. По словам руководительницы офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой, есть много производств, в которых фигурирует фамилия лидера общественного движения «Украинский выбор права народа» Виктора Медведчука. Своё логическое продолжение и завершение производства по Медведчуку они найдут. Сейчас материалы, которые были бы проектами подозрений, мне не подавали. Отметила Венедиктова. Опираясь на её слова, следствие активно работает в различных направлениях. По сети автозаправок. По фактам возможного незаконного перемещения нефтепродуктов из России вне таможенного контроля. По уклонению от уплаты налогов. О деятельности «Украинский выбор», где трем участникам общественного движения уже сообщили о подозрении в содействии оккупации Крыма. Глава офиса генпрокурора добавила, что сначала следствие соберёт материалы, после этого оценят их качество и обоснованность, уже тогда будет ставить вопрос о проекте подозрения. Стоит отметить, совсем недавно стало известно, что крупный строительный подрядчик «Питон» стал владельцем Новошахтинского завода нефтепродуктов, ЭЗНП, Ростовская область, РФ, бенефициаром которого, согласно декларации народного депутата Виктора Медведчука 2020 года, является его жена Оксана Марченко, об этом сообщает «Интерфакс Украина». Согласно данным аналитической системы «Спарк Интерфакс», «Питон Инвест Технологи» стала владельцем 93% уставного капитала «Юг Энерго», основным бенефициаром которого также было указано Марченко. «Юг Энерго» ранее было аффилировано с аграрной группой «Юг Руси» Сергея Кислова, однако в 2018 оказалась под контролем двух кипрских офшоров, доли которых теперь и перешли в «Питон». Еще 7% «Юг Энерго» осталось у самого НЗНП. Ранее подрядчик заключил крупные контракты на модернизацию НПЗ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова